Всем привет! Меня зовут Павел Крупин и вы на канале Влавашмен. В этом видео я расскажу, кому нельзя открывать общепит. И почему я еще решил записать это видео? Так как я предприниматель, основатель сети в Стритфуд Кафе в Лаваше. И у нас больше 60 работающих точек. И за последние 2-3 года мы открылись практически с 40 разными партнерами в разных весовых категориях по экономическому характеру, по региональному характеру и, конечно же, по эмоциональному характеру этих людей. Поэтому я могу на большом опыте сказать, кому точно не нужно лезть в общепит. Ну и первое, кому нельзя открывать общепит. Как ни странно, это крупным предпринимателям, у которых большие холдинги в бизнесе, у которых разные направления бизнеса. Им нельзя открывать общепит при условии, если у них нет сильного партнера, который будет заниматься всей операционкой. Что я должен сделать? Я ткну пальцем, а ты в ответ. Да я весь день в тебя тыкать буду. Второе, это те, у кого заемные средства или полностью кредитные средства, заемный капитал, и нет никакого дополнительного дохода, либо накоплений на дальнейшую жизнь, если точка прогорит. Так как это будет очень сильно мешать в случае, если точка будет раскачиваться, будут какие-то проблемы, нужно будет довкладывать какие-то деньги. На этом бизнес остановится, и все те вложения, которые вы сделали, они сгорят, потому что нет нового шага, нет устойчивой стабильности, эмоциональной, потому что за каждую копейку у тебя начинается просто разрыв и атомная война. Поэтому этот партнер будет очень сложный, и с ним будет очень тяжело совместно что-то строить в дальнейшем. А также мы сделали более 400 отказов разным партнерам, которые могли бы потенциально с нами работать, в связи с тем, что у них не было своих средств, и им нужно было брать кредит, и их стоимость платежа в месяц составляла больше 150 тысяч. Это большие риски и для нас, и для них. И в модель это просто не вписывается. Поэтому нам важно, чтобы у нашего партнера были свои капитальные средства, которые они выделяют на этот проект. Конечно, бывают какие-то кредитные небольшие деньги, которые нужно добрать, возможно, инвесторские, но это точно не вся сумма и точно не с таким большим платежом. Вообще, ПИД точно не нужно тем, кто ищет причины не в себе, а в других. Перекладывает ответственность и во время проблемы всегда ищет виноватых, но не в себе. Разбирается в чужих проблемах, а не в своих. И всегда встроит из себя жертву. Этим людям точно не нужно находиться в общепите. Я так старалась, я так к этому готовилась. Они, они меня предали. Следующая причина – это медленная реакция и невыполнение договоренностей. Самая важная цена слова, если ты его дал, если ты определил, что ты именно так решишь в будущем, ты должен 100% следовать своим договоренностям. Поэтому цена слова в общепите в особенности очень важна. Мужик сказал, мужик сделал. Ну, если ты мужик. Поэтому, если у тебя нет этих скиллов, то не нужно идти в это направление. Ну, также, конечно, медленная реакция. На самом деле, очень легкий пример – это ковид. Это СВО, мобилизация. Когда происходит проблема, ты должен очень быстро реагировать, гибко реагировать, не опускать руки, находить решения. И эти решения вкладывать в свой бизнес, его реанимировать, запускать заново, добавлять, убирать, работать с командой, быть психологом для своей команды. Все зависит от каждого из вас. Очень много скиллов, которые ты должен прокачивать. И самое важное – не быть медленным, быстро реагировать и гибкость. Это все очень важно для человека, который занимается общепитом. Плохое качество для человека, который идет в общепит – это сам себе на уме. И, ну, это, на самом деле, в любом бизнесе. И думай, что он самый умный. Эти люди не работают в команде. Это единоличники. Это те люди, которые любые решения ставят под удар. И в итоге только свое мнение. Он должен сам принять решение. И только его мнение самое важное. Ладно, возьму все сам на себя. Как и весь бюджет. В общепите важна команда. В общепите важно общее коллективное мнение. В общепите очень важно, чтобы ты поддерживал коллектив. И коллектив поддерживал тебя. В общепите 100% один в поле не воин. Поэтому, если у вас нет команды, если вы не умеете играть в коллективе, то вы не сможете вывести большую сеть или 5-6 точек стритфуда, например. Зову вас на бой! Люди с запада! И последнее плохое качество, это когда человек копит все проблемы. Все вопросы, которые прилетают к нему, не делятся ими, не решает. Просто их копит, копит, копит и потом взрывается. Нужно уметь получать проблему, понять, как ее оцифровать и сразу вынести ее в коллектив и решить ее. Не копить, не анализировать только самому, а сразу ее выбрасывать в мир и сразу принимать решение, что с ней делать. Ты же не отстранишь нас из-за багажника? Ну, это вообще не норм. Ну, доволен, Билл! Я надеюсь, что этих каких-то качеств у вас нет, поэтому вы с легкостью сможете пойти в нишу общепита. Ну и, конечно же, жду вас в нашей команде в Лаваше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. И если вы хотите попасть в банду в Лаваше, то милости просим вместе с нами покорять мир шаверма, изменять нишу стритфуда и топить к новым высотам. Ну и, конечно же, мне интересно было прочитать ваше мнение, кому нельзя идти в общепит, какие еще качества плохо повлияют на развитие человека в ниши общепита. Пишите в комментариях, я обязательно их прочту, и, возможно, в следующем видео мы тоже разберем ваши комментарии по этой теме. Давай, поехали. Ну, говори уже! Ну-ка, давай, уйди. Мне кажется, вообще темно. Че? Я понял.